Обычно статистика заболеваемости ОРВИ начинает расти с середины лета и к началу осеннего эпидемиологического сезона успевает сформироваться иммунная прослойка. В этом году уровень заболеваемости стал расти намного позже. Главный внештатный эпидемиолог Тверской области отметил, что ситуация по заболеваемости ОРВИ продолжает в нашем регионе оставаться спокойной и соответствует сезонному. Говоря о гриппе, то его пока в Верхневолочье не зарегистрировано. А скорость заболеваемости будет зависеть от уровня вакцинации населения. В нашем регионе полным ходом идет кампания по вакцинации населения против гриппа. Она стартовала 28 августа и продлится до 1 декабря. На сегодняшний день привито уже более 200 тысяч жителей Тверской области. Вакцина продолжает поступать в Тверскую регион. Она поступает не единомоментно, а траншами. Кому в первую очередь стоит привиться от гриппа? Всем медицинским работникам и работникам сферы образования. Людям пожилого возраста и тем, у кого имеются хронические неинфекционные заболевания. Студентам СПО и вузов. Детям как школьного, так и дошкольного возрастов. Поставить прививку от гриппа можно ребенку уже 6 месяцев. На прошедших выходных в регион поступила новая партия детской вакцины. Более 56 тысяч доз вакцины Сови Грипп для вакцинации детского населения. В текущем сезоне медицинские работники уже практически на 100% от подлежащего числа привиты. Также не стоит и забывать о новой коронавирусной инфекции. Ковид никуда не ушел и делать этого не планируют. В Верхневожье зафиксирован небольшой всплеск распространения новой коронавирусной инфекции среди населения. Это связано с увеличением числа контактов в коллективах, возвращением из отпусков и началом нового учебного года климатическими изменениями. Все эти случаи протекают в легкой или средне-тяжелой форме. Госпитализация, как правило, не требуется. Коронавирусная инфекция, которая уже спустя определенное время после пандемии претерпела определенные изменения, не приводит к развитию тяжелых смертельных пневмоний, а по сути является причиной такого же легкого ОРЗ с невысокой температурой, которая зачастую не требует какого-либо специфического лечения. Штаммы, которые сегодня циркулируют, представляют опасность для лиц с патологией сердечно-сосудистой системы. Ввиду особенностей нового штамма, вирус достаточно быстро проникает внутрь клеток и поражает в том числе и органы сердечно-сосудистой системы, сосуды в первую очередь. Этим категориям граждан стоит соблюдать несколько важных правил. Использовать медицинскую маску и соблюдать личную гигиену. Прежде всего, чаще мыть руки, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией. Ибо, согласно русской поговорке, береженного и Бог бережет.